добрый день на библейский портал экзагет поступил вопрос если смерть это расплата за первородный грех то почему праведники умирают раньше грешников вот я не знаю кто это померил и какой градации отмечено там больше состояние больше или состоянии меньше какой линейка померена но думаю что здесь есть такое какое-то заблуждение потому что очечек умирает иногда человек умирает и смерть для него становится наказанием вот многие люди так воспринимают смерть как наказание смерть это естественное событие для любого живого организма вот тот кто воспринимает смерть со страхом он ее и боится а когда человек боится когда человеке в человеке нет любви когда человеке есть любовь а любовь вы же помните это же любовь изгоняет страх когда в человеке есть любовь то страх никакой страх ни страх болезни не страх смерти не страх нищеты этим человеком обладать не могут человек в страхе в любом страхе живет только когда когда он лишён любви почему православное воинство непобедимо не потому что она хорошо обучена а потому что генетически в нем сохранилась еще от предков понимание что смерть человека она не страшна отдать жизнь за друге своя не умертвить человека не не сделать кому-то больно плохо и не вас невыносимо несопоставим с жизнью а защитить отдать жизнь за друге своя было приоритетом для любого воина поэтому стоит смерть была не страшна на пулеметы ложились в штыковую ходили в рукопашную ходили совершали такие подвиги о которых никто и помыслить то не мог почему управляемые любовью человеком человеке шли на смерть и поэтому почему считать что неужели для жени родионова смерть это было наказанием нет а почему для матросов смерть была наказанием да много много можно сейчас вспоминать и перечислять смерть не есть наказание смерть не есть страх мы все равно умрем любой биологический организм он все равно умрет но можно умирать зажавшись куда-нибудь в щель или такая тихая смертная унитазе а можно умирать как генерал карбышев стоя когда люди даже не поняли что это застат эта статуя был человек представьте себя стоящим на морозе и заливаемым холодной водой человек умирал но он умирал знал за что он умирает и для него смерть не была наказанием может быть некотором смысле избавлением от мучения от страданий но он сам не воспринимал это как наказание и ни один праведник не воспринимает смерть как наказание более того многие праведники ждут своей смерти как встреча с господом и вот эти все состояние горит бачка а какую горит нам молитву читать чтобы не пришел антихрист или чтобы не наступил конец света но как это не наступил конец света если он все равно должен наступить это встреча с богом какую молитву нужно читать чтобы человеку не встретиться с богом это до чего нужно дойти поэтому вот как бы вопрос в некотором смысле надо немножко по-другому задать праведники умирают тогда когда нужно богу когда он выполнил все свои задачи грешники умирали когда есть понимание что больше они не исправится им делать больше нечего поэтому смерть не есть наказание смерть есть встреча с богом в вечной жизни многие всем господи аминь аминь аминь